Всем привет, это Павел Белинский и с вами Бегущий Человек. Для тех, кто любит летать, правительство Российской Федерации продлило сроки действий сертификатов летной годности зарубежных самолетов до конца 2023 года. До этого самолеты обслуживались в зарубежных компаниях, либо ремонтировались при помощи зарубежных деталей, которых а. теперь нет возможности ремонтироваться за бугром и б. нет возможности закупать заграничные детали. Ремонтировать? Нет. Продлить сертификаты? Да. Вот так выглядит высокотехнологичная просрочка. По-путински. Евгений Пригожин, в свою очередь, назвал эротическими фантазиями прогнозы Медведева. В ответ на просьбу журналиста прокомментировать политический и экономический прогноз Дмитрия Медведева на 2023 год глава ЧВК Вагнер заявил, да, я ознакомился с прогнозами и не могу никак прокомментировать эти эротические фантазии. Конечно, любая фантазия имеет место, но мне кажется, что братья Стругацкие в этом лучше меня разбираются. А что касается обстановки на фронте, я хорошо в нее погружен. Но это мой маленький секрет. В Курской области РФ на мине подорвалось двое сотрудников пограничного управления ФСБ. Как утверждают источники, БТР с пограничниками наехал на мину 27 декабря в районе пункта пропуска Крупец. Ранение получили сотрудники пограничного управления ФСБ по Курской области. Оба были доставлены в больницу. Вечная память о рядовому мине. Сосулька. Чуть не убила высокопоставленного генерала МЧС в Москве. Теперь прокуратура ищет тех, кто отвечает за очистку дома от снега. По предварительным данным, при падении сосульки с крыш на инициативной улице пострадал 50-летний директор департамента оперативного управления МЧС РФ Анатолий Елизаров. Мужчина госпитализирован в тяжелом состоянии с травмой головы. Врачи пока не дают никаких прогнозов. Россияне немножко не грустят. В Совете Федерации РФ предложили лишать уехавших из страны либералов и предателей всего имущества в России, независимо от того, звезды это или айтишники. Член Совета Федерации в Республике Крым Сергей Цеков заявил, что у граждан России, покинувших страну и критикующих ее, в том числе известных личностей, необходимо конфисковать имущество и направить его участникам спецоперации. Эти либералы и предатели должны улишиться в России всего. Всем этим Ургантам и Моргенштернам, хотя я бы не хотел называть имен, все тем, кто критикует Россию из других стран, нужно конфисковать их имущество и отправить на нужды участников СВО, независимо от того, звезды это или айтишники. Если вам понравился подкаст, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, додавите на колокол, чтобы не пропустить выход новых видео и подкастов и поддерживайте канал рублем. Все ссылки в описании. Спасибо, до скорого ролика.